Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня настало то самое время для безумного путешествия в Схрон. Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Подготовка к выживанию в постъядерном мире научила одному из важнейших навыков. И это не меткая стрельба или сборка-разборка сайги на время. Нет. Я стал кое-что понимать в сортах тушенки. Перед закупкой основной партии продегустировал десятки видов. Какого только дерьма не пихают в банки ушлые производители. Кишки, балонь, хвосты крыс и прочая шляпа. Повезло вышел на одного прапора, который отгрузил советскую тушенку из Госрезерва 1970 года выпуска. Несмотря на дату, продукт оказался реально годным. Но даже идеальная тушенка задрала мой неприхотливый желудок выживальщика. Еще бы, пожрите-ка ее каждый день. Поэтому не мог оторвать жадный взгляд от выставленных на столе угощений. Здесь дразнили слюновыжимательными ароматами румяные поджаренные цыплята и копченая свинина, горячие пироги, а также несколько сортов рыбы всех возможных видов приготовления. Не говоря уже об овощах и фруктах. Нормальный такой веганский стол, сказал я, усмехнувшись. Что положено барину, недоступно холопу, хохотнул Брахма. Если все будут есть мясо, колбасы, дичь, припасов не напастешься на ядерную матью зиму. Так что веганство вполне обосновано с экономической точки зрения. А я здесь главный, должен полноценно питаться, чтобы лучше работал мозг. А ведь верно. Садись, Санек, угощайся. Хотелось бы убедиться, что не откину копыта. Включил я паранойю. Да перестань уже. Сарказм так и прет, как вонь из старого пердуна. Эт БП так подействовал? Зато ты все такой же, жизнерадостный, самоуверенный, толстый барыга. Но я рад тебя видеть, спаун. Я рад, Санек. Извини, что так вышло с твоими людьми. Да забей. Минус два долбоеба только на пользу общине. Особенно Виталик вымораживал. А Кеша с Антохой оклемаются, никуда не денутся. Перебрасываясь безлобными подколами, начали пировать. Мускулистое тело требует уйму калорий. Поэтому лапы сметают все подряд, жадно отправляя в пасть. Запасем хоть энергией впрок. Когда удастся так похавать? Впрочем, спаун не отставал. О, кстати, вспомнил я. Есть презент. Вытащил на стол фляжку. Надо же, уцелело в схватке. Налил в стаканчики ароматный напиток. Давай за встречу. За встречу, комрад. Хватит, хватит. Больше не наливай. У меня язва. Лучше моим презентом угостись. В принципе, с этого и надо начинать разговор. Спаун достал откуда-то здоровенный бонг, сделанный в форме лакированного черепа. За то количество шишек, что он зарядил, ДБП зарядили бы не меньше пятнашки строгого режима. Спаун удовлетворенно кивнул, когда после первого пыха мое суровое, обветренное невзгодами лицо озарило улыбкой счастья. Крутой сорт, правда? У меня даже звезды шоу-бизнеса брали. Шутишь, наверное. Кто? Ну, Галкин, например, Басков. Он начал загибать толстые пальцы. Собчак заказывала Агузарова, Киркоров, Меладзе. Да всех не упомнить. Даже Боря Матео Моисеев. Не западло с ними работать было. Деньги ж не пахнут. Как посмотреть? Не стал приводить контраргументы. Лучше расскажи, Спаун, как вообще получилось, что в Карелии очутился? Да неплохо так устроился. Спросил я, обгладывая куриное бедрышко. — Слушай, Санек, у меня имя есть. Насупился Боров. — Да? Какое? С Спауном я на форуме был, а здесь Брахма. Ну, это для паствы. Так-то меня Дима зовут. — За знакомство тогда, Димон. Я добавил коньяка, поднял стакан. Дима при них трубки Бонга показал большой палец. Любил я раньше гонять на слеты и фестивали всяческих хипорей, сектантов, уфологов. Начал он, пуская облако дыма. Сам-то я, понятно, не верю в эту дичь. Но всегда обожал, да и сейчас люблю атмосферу угара, веселья, всеобщей необузданной любви. Ну, ты понял, о чем я? Ага. Не представляешь, сколько девчонок и пушек одарил благословением Брахмы. Эх, были времена. Да и урожай неплохо расходился, кило по три-четыре. Вот с таким прессом денег уезжал. «Приятное с полезным?» Мол, я. Уважаю подход. Приехал сюда на фестиваль. И началась, короче, ядерная байда. Прикинул место козырное, глухое. Рыпаться некуда, метаться поздняк. Крузака на прикол. И давай мутить движуху. Я что ж, типа выживальщик. Только прятаться в тайге. Ну, не мое, блядь. Видишь ли, в лесах мерзко, холодно, сыро. Дичь искать, ловить. Ну его. А я комфорт люблю. Вкусно и полноценно питаться. Вопросы выживания человечества решать. Да девок мясистых и упитанных шевелить. Получается, вроде как. Здесь я проводник вселенского закона. Дима, капитан ковчега, плывущего сквозь тьму ядерной зимы. Хлыст судьбы истегающих спины неверных. Не один ты продуманный, Дима. Сосед уже точит зуб на гидропонные сады оранжереи подсолнухи твои. Да знаю, блядь. Он аж скривился. Как ты с ними связался-то? Я кратко описал историю бесславного набега на Кандалакшу, не забыв упомянуть о комрадах, находящихся в заложниках. «Зачем сюда послали?» Спросил, наконец, он. «Шпионить?» «Вольнуть белого брахму!» Ответил я без лишнего лукавства. «Охренели совсем! Они вообразили, что без меня смогут выращивать растения. Да я душу вложил в теплицы, саженцы и удобрения. Ботаника — мое истинное призвание. Бизнес так, побочный эффект. А ты, Санек, полез не разобравшись. Киллер, мать твою, выискался. Этот гнида-полковник спит и видит, как меня убрать, чтобы обеспечивать своих вояк свежими овощами и фруктами. Честный обмен его не устраивает, видите ли. Думаешь, не пытались договориться? И чё? Проще было с майорами из ГНК решать вопросы, нежели с этим жадным ублюдочным мать его пиндосом. Передай гондону американскому!» Дима вдарил кулаком по столешнице. «Шлюхой не стану! И добраться до меня, руки коротки. Пусть треской мороженый давится, а не пускают поганые слюни на мои семечки, апельсины и ганджубас. Ну а мне-то что делать?» «Оставайся!» Возбужденно вскинул брови Дима. «Смотри, какой тут шикардос! Зелень, бошечки, природа, тёлочки! Будешь моим правой рукой! Нахер этот полковник!» «Ах, ну да, у него ж твои друзья!» «Спасибо, конечно, надо подумать. Я плеснул стакан ещё коньяка. Не переживай, дружище, и не такие замуты разруливали. Знаю, я сам человек дела. Тупить не привык. Просто как-то скучно сидим». «Обижаешь, Сань! Ща всё будет!» Как ни старался припомнить события той ночи, цензура мозга до сих пор выдаёт лишь быстрые кадры, дикие фрагменты, калейдоскоп трэша, отжига и разнузданности. Женские лица колбасимся под Ленинград. «По-моему, это баба не моего масштаба!» Надрывается динамик. Дима Спаун отплясывает на столе. Мебель скрипит от натуги, разлетаются блюда и нарезки, окорочка из разносолы. Мы в бассейне. Хрипло-гогочит блондинистая вегетарианка, тискает мои тугие мускулы. Из парилки, как атомная субмарина, вываливается брахма. Голый, потный. Отворачиваюсь. Почему-то стыдно за чужие складки жира. Спустя секунду туша оскальзывается на мокром крае, летит в воду, вздымается эпичное цунами. Хохочем. Дима, как самурай, поклонник сумо. Банный халат полощет на ветру в бледном лунном свете. Мы на крыше резиденции. Нам не лишь плавки, но мороз не в силах укусить разгоряченную кожу. Бах-бах-бах! Демонстрирую злую мощь гранатометов. Пятаки вспышек цветут на снежных склонах сопки. Спаун восхищенно цокает. Дай-ка сюда! Бах-бах-бах-бах! Тяжелая очередь спорола гору. Пугливо мечется громовое эхо. Снизу крики прибегает охрана. Ступайте на посты! Не видите, брахма беседует с космосом. Замаливает грехи ваших заблудших душ. Санек, держи бля меня! Чуть и свалился! Постреляли из сайги и револьвера в круглую мишень луны. Продираемся сквозь заросли подсолнуков. Жара, бешеный свет лап. Дима хитро смотрит, отрывает жирную лепешку солнечного растения. Только тсссс! Мой секрет! Ноу, мать его, хау! Ха-ха-ха! Валюта нового мира! Киваю. Нет! Для валюты есть другое дерьмо. Эти чисто для своих. В них сила брахмы. Душа бога, энергия вселенной. Можно попробовать? Конечно! Щелкаю семку за семкой. Блин, круто! Немного радиации, нужный свет, опыты по гибридам с ростками эфедры. Гордо перечисляет Дима. Будто невидимая рука завела в организме мощную пружину, наливая мышцы силой тигра, обезьяней ловкостью, прытью мангуста. Стальные блины, чуть ржавые гири, пыльные тренажеры, мигает тусклая лампочка под потолком. Не заботится, брахма, здоровье, как пить дать. Надо донести, что неправ, глубоко заблуждается и вообще. Втираю Диме о пользе спорта. Он красный, злой, кряхтит под штангой. В ответку жму 140. Дима считает, а потом двигает речь о превосходстве разума над тупой физической мощью недалеких индивидов вроде меня. Тянусь к револьверу. Промозглый сарай. Басы и ступни обжигают ледяным дыханием пола. Два застывших тела в зеленых одеждах. Мы в морге. Саня, я подумал насчет Ситуевины. Ты уже говорил. Киваю. В моей руке ножовка. Тупой мудак этот Виталик. Был. Даже сдохнуть не мог потеловечить. Тьфу. Во время боя пика зашла в горло Виталика. А кованный наконечник теперь жутко красуется из глазницы. Придержи-ка, Сань. Ух, блять, крепко пруток засел. Готово! Хвала вселенной, бля! Пили давай, потом мой капюшон завернем Похвастаешь пиндосом Пусть думают, мол, грохнул Брахму А мы тем временем Склоняюсь над мертвяком Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень Играет в голове песен Калининграда Игриво пляшут языки пламени Сонливо щебечут поленья в камине А я говорю, спецслужбы во всем виноваты Дима кашляет, раскуривая сигару Конечно, собственного производства В чем же? Тоже тяну дым, но осторожно Мало ли с чем скрестил табак этот ботанический гений-самоучка Во всей херне, в ядерной войне Это точно ФСБ организовал эту бойню в Олимпийском Когда концерт давали для американской делегации Че, не помнишь? Качаю головой Внутри черепа при этом крутится вихрь Эдакая бодрящая торнадо Я, видать, схрон свалил В новостях грят теракт-теракт В общем, важных пиндосов тогда грохнули Да еще кучу народа Сердце кровью обливалось Столько клиентов потерял сразу Филя Коля Басков Спаун пустил колечко Дымный тароид устремился к потолку Медленно раздуваясь Будто ударная волна атомного взрыва Госдеп, понятно, просто охренел с такого поворота Представь Двое наставили пистолеты друг другу в лоб Один возьми и плюнь в табло вот таким харчом Дима показал, каким именно Оставив на ковре кляксу слюней У кого-то нервишки не выдержали, понял? Ракеты пли! Понеслась душа в рай Я кивнул Ругательства, доводы, рассуждения Матюки Димы неумолимо смело цветным вихрем Перед глазами мелькают раскрашенные лица звезд эстрады Стразы нелепых костюмов Вспышки концертных стробоскопов Из водоворота пошлятины Словно кичливая медуза Всплывает фигура Киркорова Экзотические перья, узорчатые причиндалы Сверкают безумной клумбой пафоса на голове артиста Киркоров глядит по сторонам Кругом выжженная поверхность Поникшими монахами чернеют остатки жилых комплексов Бизнес-центров, телевышек Мурашки тяжелой волной бегут по телу Ветер ядовитый, злой, хлестко бьет в лицо Губы певца корчат глумливая гримаса Торжествует полной ликующей ненависти ко всему живому Трепещет, бьется, летит над развалинами Инфернальный нечеловеческий хохот Моя отвага, упорство и сила духа Воспитанные чтением постапокалиптических боевиков Чуть не испарились, когда открыл глаза Прямо в лицо безжалостно смотрит вороненый ствол гранатомета Ох и оленья! Как можно потерять бдительность в логове врага? В этом мире больше нет союзников Каждый гребет под себя, стремясь продлить существование Выжить во что бы то ни стало Слюна нервно провалилась в пищевод Я скосил глаза Лежу под деревцем Никто не угрожает, просто какой-то придурок Повесил грозное оружие на ветку прямо перед носом Я в одном из садов Брахмы Раздражающе звенькают невидимые птицы Влажно и душно Солнце жарит сквозь стеклянные своды оранжереи Голова не болит, как ни странно Зато горло дерет зверский сушняк Что и с чем я вчера намешал, блин? И где остальная снаряга? Стряхнув с груди шелуху семок Поднялся, осмотрелся О, ништяк! Кругом на ветках приветливо свисают оранжевые плоды Сорвав апельсин оптера трусы Зубы радостно впились в сочную мякоть Тут же сожрал еще один Надо найти шмотки И револьвер Он мне особенно дорог А, вот же он! Валяется в траве бедняга Я заметно повеселел Подхватил оружие Неспешно двинул по тропинке Не забывая подкрепляться вкусными цитрусами Помимо плавок на мне Почему-то лишь волчья шапка А также увесистая лента Зарядов для гранатомета Куда идти-то? К щебету птиц прибавились голоса Звонкие, как перебор гитарных струн Ммм, телочки! Определил направление и туда Хоть подскажет, где Диму Ну, то есть Брахму искать Хорошо, хоть трусы не посел С облегчением подумал я Впрочем, об этом зря беспокоился Осторожно раздвигаю буйную листву Небольшой пруд и вокруг Десятки веганок Плещутся, загорают, смеются От обилия голых сисек Стройных ног, задниц перехватило дыхание Они ж сектантки Доходят до меня Наверное, так принято здесь Райское местечко Козырно, блин, устроился спаун Тоже так хочу Может, одолжить пару девиц А что? Прокормить прокормлю Вегетарианки штушняк не едят Нет, стоп Лена, скорее всего, не одобрит Так что ну его нах такие мысли Буду гонять в гости к Диме Почаще Снял с плеча оружие, снаряды И чуть поколебавшись, плавки Спрятал под куст револьвер Не стоит пугать красавиц Смертоносными стволами Просто выйти на контакт Но моё основное орудие Предательски зажило своей жизнью Вот чёрт Ах, пох Привет, девчата С треском ломлюсь из кустов Бегу к берегу И бомбочкой ныряю в воду Эй! От воплей и визгов Заломило в ушах Ну, Санёк Чё ж ты творишь, блядь? Вчера нормально погудели Или не хватило? Зачем баб моих перепугал? Аж заикаться стали Эх, Санёк, Санёк Да ладно, Дима Жалко, что ли? Хотя по глазам видно, что жалко Спаун строго глядит Прихлёбывая травяной чай из пиалы Сапит Молчу Мне не в чем себя винить После кипиша в оранжерея Сбежались охранники Пришлось немного помахаться Пока не доказал, что являюсь другом Брахмы Сидим сейчас в его фазенде Гоняем чаи Здесь, кстати, успели прибрать следы Вчерашнего разгула Короче, всё готово Вон твоё ворохло Сказал Спаун А ты готов? Естественно Тогда идём Провожу Быстро натянул великолепный зимний костюм Бронежилет, разгрузку Прочую крутую снарягу Которую Дима презрительно назвал барахлом Боеприпасов заметно убавилось Да Хорошо вчера постреляли С досадой подумал я С эскортом тощих, как собаки воинов Прошли через посёлок Встречные почтительно кланялись Брахме А меня провожали подозрительными взглядами Конечно, массивная комплекция вооружения вызывала ужас и трепет в глазах этих дохляков У ворот остановились Твой транспорт, Санёк Круто! Спасибо, великий Брахма Я скептически разглядывал оленью упряжку Два рогатых зверя нетерпеливо перетаптывались, фыркая и мотая башками Не надо ёрничать, Сань Это лучшие разведывательные олени Экологический транспорт Одобрено Брахмой, между прочим При езде автоматически улучшается карма Хе Ну, отменяет дел, конечно Давай Если всё сделаешь, как договорились Избавимся от ублюдка-полковника и друганов твоих вытащим Не сомневайся Я поправил на плече сумку с посылкой, завёрнутой в расшитый золотом капюшон белого Брахмы Держи вот Пригодится Дима протянул пакет, туго набитый отборными семечками Те самые Улыбка тронула моё лицо под защитной маской Ага Припрячь только Это секрет Спасибо, Брахма Спасибо, Дима Ты настоящий друг Давай, брат, езжай А то сейчас расплачусь, блять Жду условный сигнал До связи Пока Обнялись на прощание Я прыжком заскочил в сани Стражники открыли створки ворот Резкий удар по водями И снежные дебри леса приветливо бросились навстречу Повозка лихо скользит по укатанным просекам и тропам На развилках сверяю с компасом Тупые животины слушаются плохо Пришлось на ходу сорвать длинную вицу и периодически охаживать по спинам Олени гневно оглядываются Неохотно ускоряя бег Но спустя какое-то время вновь лениво переставляют копыта Блин, скоро выдохнутся? А ехать еще уго-го Надо было четверых запрячь Я ж тяжелый из-за мышц и обилия оружия Спаун помимо семок подогнал мешок вкусных ништяков Апельсины там, ананасы Правда, пришлось отдать за это один из гранатометов Мог бы и бескорыстно поделиться Толстый жук Я ж его не грохнул в конце концов Олени зафыркали Принялись биваться с размеренного бега Вздохнув, тормознул экипаж Примотал по воде к дереву, чтобы ушлые твари не сбежали Достал заветные семки Придется ради дела пожертвовать частью запаса Сыпанув приличную горсть на широкую ладонь Предложил рогатикам Хрен знает, сколько надо для эффекта Олени тут же схарчили угощение чуть ли не с рукой Еле успел отдернуть Закурив, приобнял косматую шею Ну как, дружище, отдохнул? И тут зрачок в большом глазе оленя Давай стремительно расширяться Зметнулись на дыбы, а я в сторону От лени и пофигизма животных не осталось и следа Совсем другой разговор Бросил бычок и в сани Рванули Переборщил, походу, с семками Олени втопили, как арабские скукуны Аж в ушах свист Стой! Стоять! Трррр, твари! Яростно дернул по воде Нарты встали Олени скалятся гневно, пышут паром На тушенку пустить, что ли? Мы выбрались на лесную дорогу По ней налево и потом напрямик до Кандалакши Но я направил в другую сторону Небольшой крюк не повредит Заеду в схрон Вот Ленка обрадуется Засада, конечно, шубу не раздобыл Косяк! Но так сложились обстоятельства Трындеть снова начнет Ну ничего, поворчит да остынет, как отведает свежих апельсинчиков Не доезжая щедро расставленных растяжек на подступах к схрону Припарковал повозку возле разлапистой ели «Сидите тихо, скоты!» Велел я Мешок прыгнул на плечо Ноги по колено провалились в снег Сердце радостно застучало Предвкушая встречу с любимой Интересно, что она приготовила сегодня? Облегченно вздохнул Когда не обнаружил никаких следов на своей полянке Вообще никаких признаков жизни Корявым ножом царапнула тревога Хоть и не должно быть видно убежище Но я чую, что-то неладно Схватив револьвер, звел курок и кинулся в схрон «Лена! Леночка! Ленусик!» «Черт! Опять скатываюсь звезды страдания!» Одернул я себя Вход практически замело Блин, она совсем не выползала на улицу Я дельфином нырнул в узкий снежный лаз Открыл двери «Готовый ко всему! Спасать! Стрелять! Убивать! Душить!» Припав на одно колено, грозно повернул револьвером, выискивая цели Свет горит, но никого Лишь насмешливо пялится глазницей ствола корт, установленный напротив входа Тихонько выдохнул Пушка скользнула в карман Я подошел и снял с пулемета трусики Ленкины подсказала обоняние Тут же сушилось и другое бельишко Носки, чулки и элефоны Пожав плечами, двинулся вглубь убежища Куда она подевалась? Зачем-то заглянул под кровать и в этот момент услышал плеск воды Моется, значит Пряча усмешку на цыпочках, метнулся к душевой «Привет, подруга!» Воскликнул я, распахнув дверь Виск ультразвуком врезал по перепонкам Лена голая, мыльная, но чудовищно злая Принялась молотить вехоткой Хохоча с гроба стало любимое тело в объятия Не обращая внимания на хлещущую за шиворот воду Прижал крепко-крепко Лена уткнулась в бронежилет и трясется в рыданиях «Ты... ты... дурак! Так напугал! Дебил! Разве можно так?» Но я не дал говорить Избавился от амуниции Прижал девушку к кафельной стенке Задышала часто Рвется стон Прерываю поцелуем Ближайшие полчаса я сноровисто, рывками, сильными движениями доказывал Как сильно соскучился Она не отставала Горячие струи стегали наши сцепившиеся тела Уносили нервяк и гемор моих военных дел Наконец-то дома Накрывай поляну, любимая Я шлепнул по голой жопе, когда на подгибающихся ногах мы выпали из душа «И вино можно достать?» «Доставай!» «И коньяк!» «Круто!» Обрадовалась Лена «А что приготовить?» «Эх, гулять-то гулять! Макарошек давай! И тушенки! Две банки неси! Открою!» «Окей!» «Подожди! У меня же сюрприз!» Глаза Лены возбужденно блеснули в ожидании подарка Я выскочил наружу Мешок с гостинцами тут как тут, не успел нарисовать ноги Пятки обожгло снегом, но теплое нутро схрона быстро втянуло меня обратно «Во!» Я торжественно грохнул мешок на ковер, рядом приткнулась сумка и рюкзак «Ой, а что там?» — хихикнула Лена «Шуба?» «Посмотри сама!» — смущенно молвил я «Блин, надеюсь, не психанет! Все же фрукты теперь дороже золота! И уж точно всяких шуб! Витамины там, все дела!» И тут глаза полезли на лоб Я ничего не успел крикнуть, а Лена, улыбаясь, расстегнула молнию сумки, в которой... Ну, блин! Крик пожарной сирены атаковал нервную систему, с трудом удержался на ногах, пережидая звуковую волну негодования Бабские слезы, вопли, ор, пострашнее любого оружия «Это что за гадость, милый? Зачем ты приволок это в дом?» В бешенстве орет Лена «Ты просто мудак! Мудак! Кретин!» Из раскрытой сумки уныло смотрят единственным глазом башка Виталика в купюшоне Брахмы «Лен, успокойся!» «Нет, не трогай меня! Уйди!» «Перестань! Это мне для работы?» Застегнул молнию «Смотри, тут же целый мешок фруктов!» «Забирай отсюда эту дрянь! Сейчас же!» Ладно, понятно все Апельсин с желтым пятном размазался об стенку Быстро собрался и за порог Даже не пожрал, блин Дверной косяк жалобно хрустнул под ударом кулака Зашел, блин, домой Тупое бабье Всегда найдет повод устроить скандал из ничего Помедлил на секунду у порога Поворчал нехотя «Когда вернусь, не знаю, сиди! Будет тебе шуба, дура!» «Ты даже не извинился!» Летит в спину На улице поправил шапку День бежит к закату Не успеть уже засветло в кандалакшу Надо спешить Но я иду медленным шагом В голове, как заевшая пластинка, проматывается диалог с Леной Как же теперь наладить отношения? Смоля сигарету за сигаретой выбрался к упряжке Зверя встретили радостным храпом «Вот скажи, друган, почему?» Спросил ближайшего копытного «Ну почему такая фигня?» Олень не ответил, лишь мотнул рогами Фыркнул и сочувственно похлопал своими грустными гляделками «Я зло выпустил дым» Мощный ботинок втоптал окурок Оружие брякнуло о деревянный борт саней Погнали! Дорога зовет к новым приключениям, опасностям, победам И кровавым схваткам с врагом Моё лицо жестко и упрямо Глаза под защитными очками смотрят в сумерки, выискивая опасность В руках поводя на коленях сайга Над лесной дорогой мигают первые звезды Бойко несут олени, тихо скрипит снег под полозьями нарт А за спиной Лена напевает какую-то дурацкую песенку «Да-да, я вернулся в схрон» Девушка немного офигела, когда заставил быстро одеться Сграбастал в охапку «Поедет со мной!» «Чё я сидеть одной, тратить припасы и думать про меня Всякую хрень!» Патрули беспрепятственно пропустили в город нашу повозку Правда, тупые олени шугались редких автомобилей Не обращаю внимания на просьбы Лены прогуляться по магазинам Уже поздно, наверное, всё закрыто Но мне предстоит встреча с полковником и отчёт Слегка нервничаю из-за этого Надеюсь, с Валерой Егорычем всё нормально Кто знает этих коварных пиндосов? Отправив Лену отдохнуть, я последовал за стражниками «Так это и есть Брахма?» Юрик нахмурил брови, разглядывая посылку «Конечно же! Кто же ещё?» Отвечаю Докладывали лидер сектантов довольно крупной комплекции «Блядь! Мы со спауном не учли, что его могут знать Похудел, наверное, от растительной пищи Как можно более равнодушно, сказал я Ошибки быть не может На нём фирменный капюшон Брахмы «Ну-ну» Пристальный взгляд Юрика будто прощупывает под корку «Что ну-ну? Да я жизнью рисковал из-за ваших разборок Еле ноги унёс! Что за недоверие, бляха-муха?» «Тише, Санёк! Работа такая! Оружие, кстати, проверили! Боекомплект отстрелян почти полностью! А где второй гранатомёт?» «Говорил же! Выронил, когда прыгал!» «Хорошо! Идём к полковнику!» Юрик закинул голову в сумку, и мы вышли из оружейной «Интересно, купятся пиндосы на наш трюк!» «Главное сейчас носать в уши полковнику с Юриком!» «Если всё удастся, можно отскочить по-тихому!» «Пусть амеры с веганами мочат друг друга!» «Правда, я ставлю на спауна!» «Мне понравилось у него в гостях!» «Всё оказалось не так просто!» Теперь и полковник на пару с Юрой долбят вопросами «Где? Чё? Как?» «Пытаются подловить, суки!» Рассказал по десятому разу, как есть, конечно, опустив подробности вечеринки с Димой и наши договорённости. «Так что?» Улыбнулся им «Задание выполнено! Извольте отсыпать ништяков, как договаривались!» Дознаватели переглянулись Уайт затушил сигарету Юрик кивнул и погладил жабу «Патроны получишь завтра и кило семечек!» «А шубу?» «Да, да!» Махнул Уайт «Свободен, Алекс! Отдыхай!» «Спасибо! Ну, раз всё окей, мы завтра покинем ваш гостеприимный город!» Решил расставить все точки над Йо «Не всё так просто!» Юрик склонился над картой «Полковник Уайт Предлагаю наступать вот здесь и здесь!» «В смысле?» Крикнул я, но меня уже вытолкали из кабинета крепкие солдаты В апартаментах Лена со скучающим видом подтягивала пиво Валера и Егорыч всё так же резались в приставку Они заметили хоть моё отсутствие? Что-то сомневаюсь Я уселся рядом с Леной на диван и положил руку на красивое колено Слова Юрика не дают покоя Что он имел в виду? «Не отпустят нас завтра!» Придумали очередную подляну «Я хочу посмотреть кино!» Громко сказала Лена Егорыч недовольно покосился через плечо «Сейчас, сейчас!» Пробормотал Валера «Дорогой, скажи им!» «Да пусть мужики играют, когда ещё доведётся» Я пожал плечами «А где будем спать? Здесь?» «Ну да» «Я хочу отдельный номер, тут накурено» Слова любимые заставили задуматься «Действительно, надо бы отдельную комнату пробить» «Я планировал заняться сегодня сексом» Взял за руку «Что ж, пойдём поищем номерок» «Где здесь ещё комнаты?» Спросил Пиндоса за дверью Солдат сдвинул массивные брови Поджал квадратный подбородок Не понимает ни хрена «Видишь? Со мной девушка! Нам нужна комната отдельная!» Жестами показал для чего «Ферштейн, you understand?» Гориллоподобный страж махнул рукой «Туда, мол, идите по коридору» Подёргав ручки дверей, кивнул Лени В помещении темно Я повалил девушку на пыльную постель Зверем вошёл Немного кряхтений, чуток усилий Краткий миг удовольствия И сон поглотил моё усталое тело Проснувшись до рассвета Стал тихонько выбираться из кровати Не хотелось тревожить девушку А вдруг она голодна и попросит есть Хотя можно принести пивка «Куда пошёл?» Буркнула моя радость, не открывая глаз Не ответив, лишь поуютней Потолкнул вокруг неё покрывало Разогрев мышцы бурной физической зарядкой Я завалился к друганам Как ни странно, пиво не кончилось Свежее, кстати У них что, где-то в городе действующий пивзавод? Или частное производство? Пока пили прохладный напиток Я рассказывал о своих героических делах и планах Камрады должны быть в курсе дальнейших действий Тут недопонимания не возникло Егорыч хищно ощерился Валера сосредоточенно покивал Поправляя очки Пришлось свернуть обсуждение Вошёл охранник, оставив свёрток Ни слова не говоря, горилла убралась прочь Я развернул пакет И удовлетворённо хмыкнул То, что надо И вернулся к пиву Леночка заглянула через полчаса Лицо недовольное, видать, потеряло меня Испугалась Рот уже открылся, чтобы выразить всю палитру чувств ко мне Но тут ненаглядное увидало шубу Настроение тут же сменилось Словно щёлкнули тумблером С трудом отбившись от поцелуев Накинул ей на плечи мохнатое изделие Шикардос, горностаевая Счастливая улыбка озарила моё лицо Лена охая закрутилась перед зеркалом Я выполнил свой долг Ну что, друзья Вроде нас не особо задерживают Предлагаю прогуляться на базар И затариться припасами Я продемонстрировал толстенький кулек семок Бабки есть, гуляем Охранники на выходе, посовещавшись Выпустили в город Всё-таки мы герои арены Но три солдата увязались с нами Неотступно следуя в нескольких шагах С оружием наперевес Приказ юрца Ерунда, если что, вряд ли помешают свалить Сегодня прилично потеплело Хоть солнце и пряталось в тучах Но с крыш весело съезжал подтаявший снег И ручейки воды Лена взяла меня под руку И, важно задрав нос, вышагивает в новой шубке Егорыч ведёт всю группу Видимо, знает расположение рынка Ко мне то и дело подбегали прохожие И просили автограф или селфи Если это девушки Лена, не отцепляясь от моего бицепса Ворчит сквозь зубы, ревнует Валера с грустным видом провожает взглядом встречных барышень Его никто не узнаёт Местный базар разочаровал Рыба мороженая, рыба свежая, рыба солёная, копчёная, вяленая и заливная Конечно, прикупили даров моря Рюкзак провоняет, но что поделаешь Надо радоваться любым запасам Не тушёнка единый жив выживальщик Другие товары из довоенной эпохи стоят адских денег За коробку чёртовой примы, упаковку презервативов и прокладки для Лены И два рулона мягкой туалетной бумаги для меня Пришлось отдать просто неприличную горсть семечек Ещё здесь торгуют всяким хламом Типа ржавых запчастей, крышек от унитаза в БУ Самоваров, веников Егорыч присмотрел себе топор А Валера несколько пожелтевших томов механиков Я с грустью ощупывал исхудавший мешочек семок Когда включились громкоговорители на столбах Проиграл куплет из Рамштайна И голосом полковника прозвучало сообщение Славные жители Кандалакши Великий бог Жести вновь призывает на празднество Сегодня мы покажем вам необычное представление Не пропустите Начало в 20.00 Вход на арену, как обычно, 10 семок Это прибудет с вами Трамп Чё они придумали? Валера почесал щетинистый подбородок Да шо б им пусто было Егорыч смачно харкнул Опять какую-нибудь пакость? Это шанс Я обвел взглядом друзей Самое то включить съебатор, я полагаю Если, конечно, нам не уготована главная роль в этом представлении Валера, как всегда, добавил нотку пессимизма А что за представление? Дорогой, мы сходим? Сделала жалостливые глазки Лена Нет, надо возвращаться Капец Я столько времени провела в твоей землянке Стирал твои носки и готовила А ты? Ты не хочешь вывести меня в свет? Ну почему мы не можем остаться? Хочешь? Так оставайся Я отвернулся Чего? Ничего Идем, парни Валера с Егорычем, демонстративно изучавшие прилавок с мороженой треской Посмотрели сочувствием Набирала силу непонятная тревога Уже вышли с рынка, идем обратно, а меня не отпускают На подходе к стадиону я залез в карман и вытащил мешочек семечек Тормознул Лену, развернув к себе Держи И ни в чем себе не отказывай, любимая Что, правда? Обрадовалась Лена Можно купить что захочу? Конечно Только не сгрызи денюжки по привычке До представления времени полно Погуляй, в кафешке посиди, в спа-салон сходи Ну, не знаю там, сама разберешься Клево-клево, но я сумку в номере оставила, можно заберу? Не беспокойся, никуда она не денется, вынесу потом Спасибо Лена чмокнула в напряженное лицо Все, иди Летящей походкой она поскакала в сторону центра Один из сопровождающих солдафонов дернулся было за ней, но потом махнул рукой Наверное, насчет Лены инструкций не было Только сейчас понял, не стоило брать ее в город Новые впечатления и все такое Но тут, может быть, небезопасно Олени смирно стоят в гараже спорткомплекса Я загнал их туда, а распрячь забыл Ну, это и хорошо Не придется мучиться и ломать мозг над хитро сделанной северной сбруей Егорыч одобрительно похлопал рогатых по загривкам Чем-то угостил Погрузили в сани продукты с рынка Я, наконец, выложил вонючую рыбу из тактического рюкзака А Валера с глуповатой улыбкой достал из-под куртки стыренный иксбокс И сунул под скамейку Когда только успел Ну, че, валим? Валера нервно кусал губу Сейчас? Или че? Тебе что, поиграть не терпится? Успеешь? Причем тут это? По деткам соскучился? Отвел взгляд дружище Рано Пиндосы сполошатся А шо с винтовкой моей? Хлопнул себя по лбу Егорыч Сань, ты не узнавал? Где она? Я ж с ней читаю всю войну Знаю Прервал словесный поток я Хорошо напомнил про оружие Сейчас двинем вооружение и заберем наши пушки Добро Важно кивнул старче, погладив бороду Токма побыстрее давайте А то что-то не сходил с сортир с утра Так теперь час распирает все нутро Спасибо, Егорыч Поделился важной информацией Усмехнулся Валера Хорош болтать, пошли Сказал я Из гаража направились в арсенал Пустит ли охрана без Юрика? По идее должны Окупанты обещали мне патроны Так что теперь должны по-любому Но тут все пошло не так, как рассчитывал Возле оружейки охранник Широкий и упрямый, как дуб Преградил путь Ладно всего один Даже автомат снял с предохранителя, сука И палец на скобе держит Квадратное лицо абсолютно пофигистично Несмотря на мерно бьющие в каску капли с козырька Гарри, дай пройти Твердо сказал я Перекидывали с ним парой слов на днях Знаю, пиндовое неплохо шпарит по-русски Ноу Прикинулся непонимающим солдат Оглох что ли? Я за патронами Приказ Юрика Паков Юрик Дуболом равнодушно повел челюстью И приказ полковника Уайта Ноу инструкшн Гоу-гоу отсюда Я обернулся к друзьям Что делать? Идти к Юрику за письменным приказом? Или вырубить туповатого бойца? В любом случае мешкать не стоило Меня беспокоит Егорыч Его морда раскраснелась словно от натуги А ноги притоптывают на месте А вдруг ему станет плохо? Интересно, работает ли здесь больница? Мои размышления прервались чертовски резким образом Старый егерь с ревом пнул по водосточной трубе Загремели куски льда внутри Трехметровая сосуля, мирно висевшая под крышей Неожиданно сорвалась вниз Меня спасла только отточенная За игрой в танке реакция Егорыч, чуть не убил, блин А шо вы лясы точите? Уж мочи нет терпеть А этому похож кранты Валера с интересом уставился на пиндоса Льдина пробила насквозь черепушку Глубоко войдя в широкое тело Не спасла даже хваленая тактическая каска Ну что же ты, Егорыч? Вздохнул я Мочить команды не было А-а-а, шо? Да оно само упало Мы нашли ключи, отперли дверь Труп охранника затащили внутрь, чтобы не беспокоили случайные прохожие Валера пошоркал сапогом, закидав снегом кровавые брызги Надеюсь, тут нет видеонаблюдения Иначе весь план полетит в сраку И придется прорываться с боем, перестрелкой и кучей трупов Охренеть, арсенал! Воскликнул Валера, едва я включил свет в помещении Давайте порезче, ищем наши стрелялки, пока не нагрянули Сань, а можно я возьму Барретт? Он снял с подставки знаменитую снайперскую винтовку Да я смотрю, не очень патриотичен Спросил я, распихивая по карманам противопехотные гранаты Причем тут это? Просто нахрен мне теперь вепрь с такой волыной? А патрон где брать будешь? Так вот же, целый ящик Ребята, где сортир тут-то? Прервал Егорыч Он весь скорчился, придерживал сзади портки Не обращая абсолютно никакого внимания на стеллажи С образцами заокеанского стрелкового оружия Не знаю, потерпи, не дай этого час Нет, стой! Че ты творишь? Мы с Валерой поспешно отвернулись Егорыч рванул крышку зеленого ящика с боеприпасами И едва успев стянуть стеганые штаны, присел сверху Никогда не слышал более чудовищных звуков Валера тоже, судя по лицу Дед покряхтовый от души засопел И плевать на нас хотел Даже прикурил папиросу Я зажмурился и чуть не бросился на пол Ведь воздух стал дьявольски взрывоопасен Обошлось Ладно Будем считать этот фекальный бенефис Форс-мажорным обстоятельством С каждым, наверное, случалось подобное Пока старик вершил свое грязное дело Мы набивали рюкзаки под сумки патронами, гранатами, минами Отыскалась сайга и верный револьвер Сунула его за пояс А вот и Егорычевская Мосинка Стволы аккуратно сложили и завернули в американский флаг Не стоит светить ими на улице Чтобы не задохнуться от термоядерной запашины Пришлось надеть натовские противогазы Заметно полегчало, хоть немного пощипывает глаза Совесть практически не терзает за бесстыдный грабеж В конце концов мы просто берем свои вещи и то, что обещано Ну и плюс моральная компенсация за стресс Я считаю это справедливым Достаточно Рюкзак набрал килограмм сорок Скоро закрываться не будет Валера сноровисто перемотал сверток шнурками мертвого пиндоса В эту секунду лязгнула дверь, защелкали взводимые курки Проклятие! Не успели! Мы с Валерой обернулись под пристальным взором многочисленных стволов Егорыч медленно поднял руки, так и не встав со своего трона Солдаты быстро заполнили оружейку Взять их, парни! И за спин бойцов раздался знакомый голос Юрика С возвращением в реальность Если вам понравилось наше безумное путешествие в мир схрона То обязательно поставьте лайк, напишите комментарий И поделитесь этим видео в социальных сетях Ну а если вы хотите отправиться дальше То просто выберите одну из иконок на экране И как всегда До встречи в следующих Мирах